приветствую вас во второй части вот я провязала высоту шапочки своей она получилась у меня 21 сантиметр именно от макушки внизу и теперь я поделила уже так скажем закончила вязание последняя петелечка у меня была соединительная соединительный столбик и я поделила свою шапочку на 5 частей то есть смотрите как вы поделите берете шапочку сворачиваете вот у вас задняя часть так скажем где вы ниточку меняли и ровно делите вот так вот пополам для этого вам нужно взять пять ниточек таких вот коротеньких либо опять маркеров либо 5 булавочек в общем как вам удобно и ровно пополам поделим шапочку вы ставите один так сказать маркер ровно на серединку и считаете от него 18 петелечек в 19 вставляете ниточку теперь снова не считая 19 начиная со следующей отсчитываете 18 петелек снова в 19 вставляете маркер либо ниточку ее не считая просто оставляете пока до конца так сказать петельки теперь поворачиваете с другой стороны снова эту петельку не считаете от нее отсчитываете 18 петель в 19 вставляете ниточку снова эту не считая 18 отсчитываете в 19 вставляете ниточку и И здесь у вас остается тоже 19 петелек, может немножечко больше, если вы где-то там ошиблись в прибавлениях, но я думаю, что у вас должно быть ровно по 18 петелек, в 19 у вас вставлены, так сказать, маркеры. Что мы теперь делаем? Ту ниточку, которую мы вставляли ровно по серединке переднюю, мы ее вытаскиваем, она нам не нужна. Я специально отделила, так сказать, двумя цветами, левое ушко голубенькими и правое я поставила персиковыми ниточками, то есть, чтобы вы видели, что это одно ушко у нас расположение будет, а это второе. Вот, то есть, у вас задняя часть, у меня камера, честно говоря, филонит, я думаю, что вам видно. В общем, задняя часть, вот вы оставляете ниточку, не отрезаете ее, то есть, обратите внимание, у меня цельная ниточка. А теперь берете моток и с внутренней стороны вытягиваете, так сказать, вторую часть ниточки, то есть, второй конец. И мы и будем вязать ушко. Как вы видите, я уже связала одно ушко, потому что оно будет вязаться идентично, то есть, как одно, так и второе. Поэтому я вам покажу одно ушко, а вот потом сами вы сделаете второе. Берем ниточку, которую мы выняли с серединки моточка, и между вот этими вот ниточками, так сказать, 19-ми нашими петельками, мы будем располагать 18 петельочек для ушка, так сказать. 18 столбиков без накида будем провязывать. Итак, вот эти петельки, в которых у нас ниточки, мы их не считаем. Берем следующую и ниточку вводим в следующую петельку. Закрепляем одной воздушной петелькой. И затем в эту же петельку вводим крючок и делаем столбик без накида. Вот эта ниточка, которая краешек, хорошо ее подтяните и ложите на петельки последующие. Мы ее будем постепенно ввязывать. И провязываем следующий столбик. Следующий. Вот, как вы видите, у нас ниточка постепенно ввязывается. То есть, таким образом мы ее прячем, и вам не придется ее, так сказать, убирать затем. И провязываем столбиками без накида до следующей петельки, там, где у нас будет ниточка, так сказать. До следующего отделения нашего, так сказать, части. Вот так вот. Вот мы провязываем наши средние 18 столбиков. И точно так же вот довязываем последний столбик. В столбик, где у нас вот эта ниточка, мы петельку не трогаем. Делаем воздушную петельку и разворачиваем. Ушко, как вы видите, у нас будет вязаться просто туда-обратно столбиками без накида. Теперь развернули и пропускаем вот эту петельку, где у нас сейчас воздушные петли, а в следующую провязываем столбик без накида. И так столбиками провязываем до конца этого ряда. То есть, каждую петельку провязываем по столбику. Вот эта ниточка, которую мы с вами прятали в начале, ее нужно будет затем подтянуть хорошо и обрезать. К этой теме я больше не буду вас возвращать. Просто, если заканчивается ниточка, вводите ее красивенько, чтобы у вас не было никаких узелочков, никаких, в общем, зацеплений. Красивенько у вас должна вводиться ниточка аккуратным способом. И так, в общем, вот мы довязали до конца ряда. Вот она, последняя наша петелька. В нее провязываем столбик, снова воздушная петля и разворачиваем. В конце каждого ряда делаете воздушную петельку. А ряд начинаете со следующей петельки, то есть не с той, где у нас, откуда воздушные петли, а со следующей. И снова в следующую петельку вводим крючок и провязываем столбиками без накида до конца ряда. Почему в следующую петельку вводим, не в первую, а в вторую? Таким образом мы делаем, скажем так, в начале каждого ряда сокращение на одну петельку. И продолжаем провязывать столбиками без накида до конца ряда, до самой последней петельки. То есть в начале каждого ряда первую петельку мы с вами сокращаем, провязывая ее, пропуская и провязывая сразу во вторую столбик без накида. Итак, вот последнюю петельку провязываем столбик без накида, делаем воздушную петлю и снова развернули. Разворачиваем и снова провязываем столбик без накида во вторую петельку от крючка. Затем провязываем в каждую петельку снова по столбику до конца ряда. Довязали до конца ряда, воздушная петелька разворачиваем и снова во вторую петельку от крючка провязываем столбики без накида в каждую петельку по столбику до конца ряда. Довязали до конца ряда, воздушная петелька разворачиваем и снова во вторую петельку от крючка, уже с изнаночной стороны, провязываем до конца столбики без накида. Довязали до конца 13 столбиков без накида, сделали воздушную петельку, развернули и снова во вторую петельку от крючка делаем, уже получается сократив одну 12 столбиков без накида. И так делаем сокращение далее. Благодаря нашим сокращениям по одной петельке у нас постепенно сужается ушко, так сказать, было такое расширенное из 18 петелек, уже у нас с лицевой стороны сейчас провязано 12 столбиков. Снова одна воздушная петля, разворачиваете и сокращаете. Вот как вы видите, у нас идут постепенные сокращения. И снова во вторую петельку от крючка столбик без накида и продолжаем. Уже получается 11 столбиков. Довязали до конца ряда, воздушная петелька, разворачиваем и снова во вторую петельку от крючка, снова одну петельку сокращаем. Провязываем столбики без накида, начиная со второй петли по последнюю. Таким образом нам нужно делать сокращение, пока у нас с изнаночной стороны не останется 7 столбиков без накида. Снова воздушная петля, разворачиваем и провязываем. Так вам нужно сейчас провязать снова столбики без накида в каждую петельку. Итак, первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Воздушная петля, разворачиваете. Получается, сейчас мы провяжем лицевой ряд и последний, так сказать, изнаночный ряд. То есть сюда провяжите ряд и обратно. Не забывайте, что в конце ряда воздушная петелька обязательно, в начале ряда провязываете во вторую петельку от крючка. Довязали до конца изнаночный ряд, у вас на крючке последняя петелька, провязаны 7 столбиков без накида. Делаем воздушную петельку и хорошо закрепляем ниточку. Затягиваем, а эту ниточку обрезаем. Теперь вот эти ниточки, получается, хотите вытаскиваете сразу, хотите нет, но делаете второе ушко точно так же, то есть с одной и с другой стороны точно-точно так же. И теперь вот эта ниточка, почему я вам говорила, не обрезайте ее, для того, чтобы сейчас нам этой ниточкой нужно обрезать столбиками без накида по всему, так сказать, нашему кругу и ушке. Вот здесь вот начинаете провязывать столбики без накида и вот так вот по всему, по всему, так сказать, кругу мы с вами обвязываем. Хотите, можете не делать соединительный столбик, вот здесь вот, а так сказать, уже свяжите столбик без накида, продолжаете, то есть обвязывать, когда хотите, можете сделать здесь соединительный столбик и затем второй раз точно так же здесь делать соединительный столбик, чтобы оно, так сказать, отделялось. Я оставлю соединительный столбик и продолжаю обвязывать столбиками без накида по всему, так сказать, по всей окружности шапочки. И точно так же ушки. Обязательно следите за тем, чтобы у вас не было дырочек. То есть, когда вы вот здесь будете обвязывать, вот у вас вы дошли до, так сказать, первой петельки ушка. Если у вас вот так вот вы вяжете, вот здесь будет дырочка, аккуратненько захватите соседнюю петельку, чтобы у вас все-таки не было этих дырочек. То есть, вот так вот красивенько соседнюю петельку захватываете и провязываете вместе с этой петелькой. Для того, чтобы, еще раз повторюсь, у вас не было здесь дырочки, чтобы было все довольно-таки красивенько и аккуратненько. Хотите, можете взять немножечко меньше крючок для того, чтобы вам удобно было захватывать. Вот, захватили вместе с соседней петелькой, и у вас здесь вот нет дырочки никакой. И точно так же здесь, между рядами, продолжаете обвязывать. То есть просто столбиками без накида. Почему обвязываем? Для того, чтобы были красивые такие краешки, ровненькие такие, в общем, чтобы наши переходы, так сказать, при вязании не были видны. Если вам нравятся эти переходы, пожалуйста, оставляйте их. Не забывайте, постепенно ввязывайте вот эту ниточку, так сказать, чтобы она вам не мешала, и чтобы потом ее не заправлять пришлось отдельно. Вот, просто ложите ее на вязание и обвязываете вот так вот. Обвязываете столбиками без накида, продолжаете вот так вот. Вот, и ниточка наша уже спряталась. Как вы видите, когда обвязаны очень красивые края. То есть вот, продолжаете просто обвязывать, пока не дойдете до вот этой вот задней части, откуда начали обвязывать. Вот, я довязывала по всему периметру столбиками без накида. Как вы видите, получилось довольно-таки ровненько, аккуратненько и гладенько. Вот они наши ушки. Переходов, как вы видите, так же не видно. Практически здесь сзади у нас переходы ниточки. К сожалению, ее никуда, так сказать, нельзя спрятать. А вот эта ниточка, которой вы обвязывали, дошли до вот этого перехода и делаете снова соединительный столбик. Там, посмотрите, куда очень красивенько, чтобы было. Я, например, пропустила вот эту петельку соединительную, а в следующую сделала соединение. Почему? Потому что она у меня такая получилась, так сказать, маленькая и некрасивенькая. Поэтому я сделала следующую. Вы посмотрите, как вам, чтобы было удобно. И обрезаем теперь вот эту ниточку точно так же в косичку вот сюда вдеваем и красивенько прячем между петельками. Желательно обрежьте немножечко по длине, вденьте в иголочку ниточку и проденьте между вязанием, чтобы у вас было намного ровно и красиво, чем вы спрячете. Все равно, так получается, иголочкой прячется гораздо красивее, чем просто заправлять крючком. Итак, в общем, наша шапочка, основка готова. По желанию вы можете сделать шнурочки, то есть, если вам хочется, но у меня шапочка будет без шнурочков, так как, в принципе, так сказать, ушки у меня в основном для декора. То есть, у меня шапка длина, так сказать, пол ушка закрывает. Даже если натянуть хорошо, она закрывает ушки полностью, это просто я для декора придумала. Теперь мы приступаем к глазкам. Вязать глазик я начну с белой ниточки, так как она у меня тоненькая, я буду вязать двойную ниточку. Начинаем вязание с 4 воздушных петелек. Первую петельку не затягивайте слишком, она будет считаться у нас за полноценную петельку, то есть, не инди. Та петелька, которой мы закрепляем сейчас воздушной петлей. Итак, один, второй, третий, четвертый. Во вторую петельку от крючка делаем столбик без накида. И в третью петельку от крючка делаем столбик без накида. А вот в четвертую делаем 4 столбика без накида в одну петлю. Первый столбик, второй столбик, третий. И сюда же делаем четвертый столбик. обратите внимание чтобы у вас было провязанные петельки за обе стеночки ниточки то есть как бы если у вас тоже двойная ниточка то просто следите чтобы у вас вязалось за две ниточки то есть и теперь подтягиваем нашу последнюю так сказать вот эту вот ниточку последнюю петельку которую мы набирали первой продолжаем вязать последующие две петельки по столбику без накида то есть первую петельку столбик без накида и во вторую петельку столбик без накида а вот вот эту петельку следующую мы будем снова провязывать 4 столбика без накида в одну петельку итак первый столбик сюда же второй столбик сюда же третий столбик и сюда же четвертый столбик а теперь находим следующую петельку и вяжем в нее за обе стеночки, обратите внимание, столбик без накида. я вот тут немножечко затянула, будет мне туговато. вы аккуратненько смотрите, чтобы у вас тоже было провязано за обе стеночки. вот провязали столбик и последующие две петельки тоже вяжем по столбику. один столбик и второй столбик в следующую петельку. а теперь сделаем подряд две прибавки. то есть в одну петельку провяжем 2 столбика без накида и в следующую провяжем 2 столбика без накида. 1 и сюда же второй. теперь провязываем 4 столбика без накида в каждую петельку по столбику. один столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю третий столбик и в следующую петлю четвертый столбик. теперь снова делаем две прибавки подряд. Одна прибавка, то есть два столбика без накида в одну петлю, в следующую петлю. Вторая прибавка, два столбика без накида в одну петельку. Теперь снова делаем 4 столбика без накида в петелечку по столбику. Один столбик, второй столбик, третий столбик и четвертый столбик. Далее делаем соединительный столбик и подтягиваем немножечко так ниточку. Берем ниточку дополнительного цвета. У меня это голубой, у вас может быть фраст, в общем какой вы выбрали. И в следующую петельку вводим крючок. Захватываем ниточку дополнительного цвета. У нас на крючке получается ниточка соединительного столбика, петля осталась и дополнительного цвета. Подтягиваем ниточку дополнительную и основную. И довязываем столбик без накида. Теперь вложим наши, так сказать, кончики вот эти вот ниточку белого цвета и дополнительного навязания. Мы будем их ввязывать постепенно. И еще раз ныряем в эту же петельку и провязываем сюда же столбик без накида. То есть как бы сделали прибавку. После того как мы сделали первую прибавку, во вторую получается петельку от прибавки делаем снова прибавку. Два столбика без накида уже дополнительным цветом. Эти ниточки выложите на вязание кончики и постепенно ввязываем. Теперь провяжем 6 столбиков без накида. То есть следующий столбик, следующий столбик это второй раз. Теперь немножечко вот мы завязали ниточки наши кончики. Их нужно будет обрезать, но мы для начала провяжем 6 столбиков без накида. Итак, я 2 провязала, это третий столбик без накида, четвертый, пятый и шестой. 6 столбиков провязали, теперь снова сделаем 2 подряд прибавки. По 2 столбика без накида в 2 петельки. Первый раз прибавка и в следующую петельку. Второй раз прибавка. Делали 2 прибавки и довязываем до, так сказать, конца наши столбики без накида. То есть как бы просто обвязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут я немножечко затянула соединительный столбик. И последний раз седьмой. Все. Я обвязала ниточкой дополнительного цвета с прибавками. А теперь вам по кругу нужно будет обвязать просто в каждую петельку, провязываете по столбику. Итак, один столбик в следующую петельку. Второй столбик. Следующий. Третий столбик. Следующий. Четвертый столбик. Следующий. Пятый столбик. Далее шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. Тринадцатый. Четырнадцатый. Пятнадцатый. Шестнадцатый. Семнадцатый. Восемнадцатый. Девятнадцатый. Двадцатый. Провязали. Вокруг обвязали 20 наших столбиков. И в следующую петельку, первую, делаем соединительный столбик. И вытягиваем ниточку. Ее нужно обрезать, но не слишком коротко для того, чтобы у вас осталась ниточка для пришивания, так сказать, нашего глазика. Если вы знаете, так сказать, более улучшенный вариант овала, как связать, можете на свой вариант. Ну, я так придумала себе вот такой вот овальчик. Таких овала я буду вязать два штучки, коль у нас два глазика. И вот здесь вот обрежу ниточку, оставлю для пришивания. Вот эти ниточки хорошо затяните и тоже можете обрезать. Начальную ниточку, которую мы начинали набирать воздушные петельки, я вам советую спрятать кончики, несколько, так сказать, несколько петель, для того, чтобы она закрепилась и не распустилась. Вот. А вот эти кончики, которые мы с вами уже ввязали постепенно, если либо, если вы не ввязывали, то тоже их прячете и обрезаете. И вот наш глазик готов. Еще раз повторюсь, нужно такие глазика два штучки. После того, как вы заправили все кончики, как вы видите, я спрятала, и теперь соединительный столбик, вытянули петельку, обрезали ниточку. Вот здесь вот берете, вводите в следующую петельку, так сказать, в серединку косички, крючок, и вот так вот выводите ниточку. Таким образом, вот смотрите, у нас получается красивый и ровненький вот овальчик. После того, как вы спрятали кончики, можно будет уже его пришивать. Но обратите внимание, он немножечко, так сказать, гнется. В принципе, ничего страшного. Хотите, можете прогладить с изнаночной стороны. В принципе, я считаю, что здесь не нужно ничего, а делаю просто еще такую же детальку вторую. Вот они у нас, так сказать, глазки готовы. И нам осталось только сделать как бы такое продление повязочки. То есть, вот смотрите, наши глазки вот так будут пришиваться. И нам осталось вот эту вот как бы полосочку на глаза, которые у черепашек-минцы, так сказать, продлить. То есть, с задней стороны, не с изнаночной, мы будем пришивать, так сказать, окончание вот этой вот как бы повязки условной. Я вам предлагаю, так сказать, свой вариант. Есть, в принципе, два способа варианта. То есть, либо мы вяжем, просто набираем по ширине полоски, которая у нас на шапочке. То есть, у меня это хоть и восемь, так сказать, рядочков, но по воздушным петелькам это семь петелек. То есть, либо набираете семь петелек и прямыми обратными рядами вяжете, так сказать, эти семь петелек поперечно, либо продольно. То есть, я, например, хочу набрать на 30 сантиметров воздушных петелек. Пока, честно говоря, я вам не могу сказать, я наберу по-своему, так сказать, и своим крючком и своими ниточками. Я вам скажу, сколько это петелек, но набираем на 30 сантиметров. Возьмите себе линейку, либо сантиметр. И наберем воздушные петельки, так сказать, кто хочет моим способом. То есть, мы наберем воздушные петельки на 30 сантиметров, будем прямыми, так сказать, обратными рядами вязать. Либо хотите, просто наберите семь воздушных петелек и точно так же прямыми обратными но как бы у вас будет вот так полосочки а мне хочется чтобы они были длинные продольные то есть в принципе я еще раз повторюсь есть такой способ есть продольными как я буду вязать опять же хочу заострить ваше внимание я здесь связала небольшой так сказать кусочек чтобы вам показать просто прямыми обратными рядами вяжите по 7 столбиков без накида в каждую петлю по столбику обязательно не делайте вот я вам специально провязала так кусочек и как бы правильно смотрите если вы будете в каждом ряду делать воздушную петельку затем поворот как мы делали на ушках с вами то будет вот так вот как бы рубчиками такими окончаниями не очень красиво если же вы просто довяжите 7 столбик и развернете начнете в него же так сказать провязывать столбики начиная с первого столбика по 7 то получается красивые ровные гладкие края то есть смотрите практически без так сказать за зебрином потому что с нижней стороны вот если вы будете вязать как мы делали с вами ушка то вот как видите края такие неровные поэтому для тех кто будет вязать именно вот этот способ из 7 столбиков без накида то есть 7 петелек воздушных набираете и провязываете в каждую петелечку прямыми обратными рядами 7 так сказать столбиков без накида то обязательно без воздушных петелек в конце ряда подъема то есть не нужно петлю подъема делать просто разворачиваете вяжите снова 7 столбиков снова сом столбиков если будете делать воздушные петли будут края не красивая не ровно в общем я беру ниточку дополнительного цвета и сантиметр делаю воздушную первую петельку и смотрю сколько мне нужно набрать петелек набираем просто воздушные петельки не слишком туго чтобы крючок у нас потом так сказать влазил для столбиков без накида провязывания и вот просто набираем воздушные петельки на 30 сантиметров то есть сколько у меня войдет петелек пока я вам не скажу а я донабираю померю и тогда вам обязательно скажу и так вот делюсь с вами у меня получилось 57 петелек в 30 сантиметров то есть я померила сейчас свою воздушную цепочку 57 петелек в 30 сантиметров делаем одну так сказать петелечку контрольную для того чтобы там может мы где-то ничего то не домеряли и во вторую петельку от крючка начинаем провязывать по столбику без накида в каждую петельку то есть абсолютно в каждую петельку мы провязываем столбик без накида до конца вот так в каждую петельку провязываете столбики я почему-то решила что этот способ мне более нравится потому что у меня на шапочке так как я вязала столбиками так сказать без накида продольными поэтому я решила точно также продольными связать и продолжение так сказать нашей повязки если хотите все таки выберите первый вариант там вы просто тогда 30 сантиметров провяжите всем воздушных петелек набираете в каждую петельку по столбику и так провязываете столько рядочков сколько у вас вместится в 30 сантиметров я буду провязывать вот таким вот способом до конца ряда я довязала до конца ряда последнее так сказать начало моей цепочки из воздушных петелек начальная петля я тоже считаю за петельку поэтому я в нее последнюю делаю столбик без накида и обратите внимание без воздушной петли просто разворачиваю свое вязание на изнаночную сторону и начиная с первой петелечки откуда у меня петля я провязываю столбики без накида снова каждую петелечку по столбику то есть и снова также до конца ряда таким образом у меня получается ровные красивые края довольно таким на мой взгляд мне нравится и продольные ряды которыми мы так сказать вязали полосочку на шапочке то есть так сказать как начинали так и продолжаем как бы мы сделаем такой видимость завязывания так сказать нашего нашей повязочки в общем шапочки какое продолжение и в общем продолжаете вязать до конца ряда и вот снова довязали до конца ряда последнюю петельку нам тоже стоит потрудиться чтобы вытащить делаем столбик без накида снова без воздушной петельки разворачиваем и в ту же петлю делаем первый столбик затем во вторую третью и так провязываем полностью как и первый как и второй так и третий ряд столбиками без накида каждую петлю по столбику я выбрала этот вариант продольный потому что мне нравится как спирали образно заворачивается у так сказать моя повязка если же вы будете вязать первым способом там где 7 воздушных петелек то там будет просто ровная края то есть кому не нравится эта спиралька можете вязать первым способом там будут более такие ровные торчащие края мне честно говоря нравится этот способ еще потому что вот это вот спиралька заворачивается так сказать мне она кажется на шапочке такой не грубой и как бы красивенько как своего рода вот действительно ленточка а тот вариант более такой кому так сказать кому не хочется вязать столько воздушных петелек вывязывать каждый столбик в длину в общем выбираете какой для вас наиболее удобный простой способ я обычно честно говоря ищу более простые способы так сказать легкие для меня поэтому вы в общем смотрите как легче и проще вам и так в общем довязываем до конца и снова разворачиваем изнаночный ряд точно также в каждую петельку по столбику вяжем просто такими вот так сказать прямыми обратными рядами столбиками без накида в каждую петлю связать нам нужно таких рядочков по ширине ленточки то есть я вот вам сейчас скажу что я буду примеру вязать 6 рядочков вам это покажется либо мало либо наоборот широко вы просто меряете вот у меня ширина моя так сказать моих четырех рядочков связанных уже я прилаживаю своей ширине на шапочку и я понимаю что мне нужно еще связать только же либо к примеру 7 рядочков наоборот ну то есть у меня на шапке 8 рядочка но так как у меня здесь так сказать 8 и 1 плетался другой цвет поэтому вот приблизительно 7 рядочков я буду провязывать для своей так сказать толщины ленточки когда я довяжу я вам скажу сколько я провязала чтобы вы ориентировались по своей ну в общем честно говоря я вам предлагаю ориентироваться именно по шапочке то есть вы меряете по толщине шапочки так как у нас так сказать это визуальное продолжение той ленты которая на шапочке точно также и когда вы набираете допустим если вы по первому примеру по первому способу будете вязать точно также там набираете к примеру 7 воздушных петелек это я вам сказала по своей толщине ниточки крючка а вы смотрите к примеру вам нужно шире или наоборот уже там и меряете вот я снова развернула как вы видите продолжаю вязать это у меня получается изнаночный ряд и снова разверну на лицевую в общем я буду вязать где-то приблизительно 7 таких вот рядочков так сказать длинных либо 8 ну я думаю 8 будет широко там все-таки 7 в общем и так я довяжу вам и тогда включу камеру расскажу сколько я провязала что у меня получилось в итоге я довязала 7 ряд до конца мне 7 рядочков оказалось более чем достаточно если же вам мало довязываете ряд если много то наоборот 6 рядочков просто провяжите теперь делаем воздушную петелечку в конце уже довязанная и обрезаем ниточку вот эту ниточку вам нужно обрезать и спрятать между так сказать вязанием чтобы не было видно спрятали у вас получилось вот такая вот полосочку теперь сворачиваем любой понравился понравившиеся себе стороной либо изнанкой вниз либо изнанкой наверх в общем как вам понравилось берем вот так вот слаживаем георгиевской ленточкой так скажем наше вязание и вот так вот вытаскиваете одну сторону хорошо подтягиваете чтобы у вас пончики были так сказать более или менее ровные и узелок не слишком затягиваете то есть у вас такой он полу как бы свернутый развернутый в общем красивенько подтяните как вам нравится и вот кончики у вас так сказать торчат теперь берете шапочку свою находите сзади вот этот стык наш и ниточку в иголочку вправляете пришиваете вот таким вот образом наш узелочек и как вы видите визуально он продолжает так сказать полосочку вот эту которую мы с вами вывязали вот такой большой узелок делаете как бы своего рода и ниточка такими обычными стежками пришивными иголочкой пришиваете со всех сторон то есть чтобы он у вас максимально был пришит так сказать со всех сторон и как вы видите получилось довольно таки красивенько и аккуратненько таким же образом если вы связали так сказать поперечными рядочками те что из 7 воздушных петель и точно также берете георгийской ленточкой сворачиваете и разворачиваете к себе стороной той которой чтобы вниз у вас были вот эти направлены так сказать кончики ленточки в общем вами связаны пришиваем пришиваем вот эту так сказать продолжение ленты и тогда мы с вами пришьем глазки вот я пришила сзади так сказать визуализацию нашу и и теперь нам нужно пришить глазки берем наши гладки и такими наметочными швами ниточкой другого цвета просто пришейте их где они должны у вас располагаться допустим хотите чтобы они были подальше так сказать друг от друга то пришиваете подальше поближе значит поближе в общем как считаете нужно в принципе пришиваете глазки единственное что советую вам все-таки сначала наметатель таким цветом чтобы вы видели так сказать ваш конечный результат чтобы не получилось так что вы пришили идеально все замечательно а не бац и в общем не ровно дух от друга красиво некрасиво расположены в общем приблизительно так вот расположите где вы считаете что они должны у вас были находиться а затем приметайте и лишь после того как прилетаете начинаете пришивать наметочными швами против часовой стрелки чтобы ваши стежки такие как бы плавненько ложились между вот этой косичкой чтобы они были пришиты ровненько и красивенько и лишь после того как пришьете так сказать основки для глазок пришиваете бусинки либо пуговички опять же тех так сказать маневрах каких вы хотите чтобы они выглядели хотите чтобы они выглядели как так сказать косоглазенькие то располагаете в нижнем углу так сказать с одной стороны и другой стороны если же хотите чтобы они там смотрели вниз вверх или в общем как вы хотите конечно по серединке они смотрятся не очень, я так ближе, наверное, косвенько буду пришивать. В общем, пришиваете наметочными швами, а затем пришиваете полностью глазки. И лишь после этого пришиваете бусинки либо пуговички, что вы приготовили для того, чтобы зрачки пришить. Зрачки можете заменить, просто связав черной ниточкой кольца амигуруми, стянув их, допустим, по 6 столбиков без накида. Таким образом у вас получатся такие вот черные, так сказать, кружочки, которые можно заменить вместо бусинок, глазок или пуговичек. Вот я наметала глазки, где у меня должны быть расположены. Я расположила их таким образом. Отсчитала 6 петелек, так сказать, от уголка, то есть 6 петелек в ширину, 6 рядочков с этой стороны и с этой стороны. И между глазками у меня 8 рядочков, то есть 8 столбиков без накида. Вот таким образом я себе, так сказать, представила, как у меня должны располагаться глазки. Если же вы хотите более ближе к друг другу, соответственно, ближе подсовываете, дальше, значит, рассоединяете. Потом, после того, как я пришью против часовой стрелки, повторяюсь, швами наметочными, я пришью бусинки глазки. Вот таким вот образом. Вы хотите, можете заменить, еще раз повторяюсь, бусинки, можете заменить пуговичками, кольцами амигуруми. Набираете черной ниточкой 6 столбиков без накида и стягиваете точно так же, пришиваете кольца. В общем, я думаю, что вы сделаете, как ваша фантазия вам подсказывает. Хотите, что-то добавьте, хотите, что-то по-своему сделаете. Можете просто белые кольца амигуруми провязать, кружочки белым цветом и обвязать кружочки. Но, честно говоря, удлиненный вариант. Овала мне более нравится и подобен он более к ниндзи-черепашке. И, в общем, у нас в итоге получится вот такая вот замечательная шапочка. Хотите, по желанию, также можете добавить шнурочки, жгутики, то есть, которые будут завязываться. То есть, если вы делали шапочку для маленького ребеночка, то, соответственно, делайте завязочки. Так как у меня шапочка рассчитана на более взрослого ребенка, то завязочки, в принципе, я делать пока не собираюсь. В общем, на завязочке ссылочку я вам оставлю под этим видео. Конечно же, оставлю ссылочку на более подробное видео по поводу того, как вязать круг и днище, так сказать, шапочки. Если вы хотите объемом меньше связать, то, соответственно, здесь вяжете круг, так сказать, объемом меньше. То есть, допустим, вяжете не до 14,5 см, а, к примеру, до 13 см. И тогда вы постепенно будете, так сказать, переходить в шапочку, и шапочка у вас по объему головы получится меньше. Не забывайте, вам сейчас нужно будет дошить, так сказать, глазки, пришить зрачки, и ваша шапочка готова. Я надеюсь, вам мой видеоурок понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам пока-пока. Продолжение следует...